Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Которые можно заказать в том числе и через интернет. Автор сотен видео в интернете про правильное питание, как правильно пить воду, как правильно дышать, как правильно заниматься спортом. И на мой взгляд, очень важно знать правильный ответ на эти вопросы. В зависимости от нескольких переменных. Они очень существенны. Питание ребенка, взрослого сформированного человека, и человека в преклонном возрасте, оно должно быть разным. И оно должно быть разным. Разные значения имеют одни и те же продукты, пока человек растет, когда он сформирован, и когда в организме происходят определенные процессы угасания. Разные значения имеют продукты питания одни и те же для мужчин и женщин. Разные значения имеют продукты питания в разных климатических и погодных условиях. Этих особенностей их достаточно много, но они относительно не сложны. Много спора ведет по поводу того, какой же пищи лучше питаться человеку. Сырой, либо термически обработанной. И известен опыт академика Уголева, который взял сок, желудочный сок хищника, поместил туда вареное мясо и сырое. Оценили к утру, сырое мясо переварилось, а вареное осталось практически нетронутым. И вот на этом уникальном примере показана польза сыроедения. Правда продукт животного происхождения, если употребить человек в сыром виде, далеко не все так просто может произойти с его здоровьем. Можно конечно рядышком провести третий эксперимент. Взять известный напиток под названием пепсикола или кока-кола. И поместить туда тоже кусочек сырого мяса или отварного. И то и другое может распасться. В данном случае это тоже хороший стимул, хороший помощник для вашей пищеварительной системы. Правда продукт питания часто подвергается критике по своему составу. Но! Я сегодня решил написать видео и привлечь к решению вопроса какая же пища лучше сырая либо термически обработанная группу известных экспертов. Я бы даже сказал широко известных экспертов. которые знает практически каждый человек. Более того, эти эксперты независимы. Их мнение стабильно. Оно не подвижит изменению. Эксперт его не меняет. В зависимости от условий. И это очень важно. Более того, эксперты не знакомы с современным интернетом. И интернет также не может повлиять на их экспертное мнение. Поэтому несколько видео, несколько экспертов последовательно будут появляться в этом видео. И они решат, они покажут. Выскажут свое экспертное мнение. Какая же пища все-таки по их мнению полезней. Сырая либо термически обработанная. А в конце видео я дам свой комментарий. Того, что вы увидите. Поэтому смотрите видео дальше. Я думаю, вы получите достаточно много интересной и нужной для вас информации. Рыба единию. Или рыба единию. Берется жареная и свежая размороженная мойва. И один условно голодный песик. Да. Отвлекают. Отвлекают от еды. Капец. Но. Что? Это была не рыба. Вернее, это была рыба, но не мясо. Ну, 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 ну. Ну, инстинкты должны проснуться. Собака отдает предпочтение жареной рыбе. И уносит ее, чтобы съесть ее втихаря. Сырая рыба осталась нетронутой. Жареная рыба с характерными вертикальными жевательными движениями просто проглатывается. Эксперимент о пользе сыроедения и жареной пищи прошел успешно. Не вдохновила. Сырая мелкая осетрина не вдохновила и она осталась одна до окончания эксперимента. Этот эксперт, конечно же, некоторыми зрителями может быть раскритикован. Собака типа не должна есть сырую рыбу. Это не ее основная пища. Но, знаете, я как-то шел домой, увидел голодные глаза собаки и она великолепно съела сырую рыбу. Но, понимаю, что да, согласен. Вопрос в данном случае спорный. Поэтому смотрите мнение следующего эксперта. Их же будет несколько в этом же вопросе. И тест будет тот же. Рыба сырая и рыба слегка обжаренная. Эксперимент по свободному выбору продуктов. Берется мелкая осетрина, размороженная и жареная. И один достаточно голодный кот. Кот выбирает жареную рыбу и с аппетитом ее ест. Характерные жевательные движения в вертикальной плоскости показывают, что кот мясоед. Рыба практически проглочена. Ай, как коту вкусно. Он покидает наш эксперимент. Сырая рыба осталась незамеченной в этом эксперименте. Мнение второго эксперта на мой взгляд сложно критиковать. Кот это животное, которое ест рыбу в принципе. И сырую рыбу кот должен есть однозначно. Вы видели исходно кот просил еду. То есть он был достаточно голоден. Он понимал, что там съедобная пища присутствует. И он выбрал тоже жареную мойву. Сырая мойва лежала прямо перед ним. Причем мойва с икрой. Прекрасная рыба. И он ее вновь проигнорировал. Так же как и первый эксперт. Почему он так сделал? Я думаю, что кот немножко больше знает в правильном питании, чем некоторые эксперты. Но свой комментарий, почему он так сделал, я расскажу чуть позже. А сейчас посмотрите мнение третьего эксперта в этом эксперименте. Оно не похоже на мнение двух предыдущих. Смотрите видео дальше. Эксперимент. Какая пища полезнее? Сырая, либо термически обработанная? Две мелких осетрины. Одна жареная, другая размороженная. Ну и эксперт поедания пищи. Эксперт выбирает жареную осетрину. О чудо! Конечно, можно сказать, что это домашняя кошка. Которая не видела сырой рыбы. В принципе. Но с аппетитом она ест термически обработанную пищу. Рыба практически заканчивается. Рыба просто была проглочена. Остался маленький кусочек. Он найден и съеден. Эксперт, что вы скажете по поводу сырой рыбки? Ай, как вкусно была. Жареная рыбка. Конечно. Жареная рыбка была на сале. Эксперт, покажите. Мастер-класс. Но эксперт не отказывается. И от рыбы сырой. Не поваляешь, не поешь. Характерные движения вертикальной плоскости выдают в эксперте хищников. Редактор субтитров А.Семкин. не с таким аппетитом съедается рыба. Но, тем не менее, ее остается все меньше. И меньше в эксперименте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Движения характерные вертикальной плоскости. Просто отрывающие куски. Мелкая осетрина друг от друга. И идет ее поедание. Остается икра осетрины. Да, икра тоже идет в дело. Гурме, гурме. Гурме. Смотрите. Термически обработанная рыбка пошла быстрее, ее просто нужно меньше жевать, но в то же время от сырой животное тоже не отказывается, поэтому это подтверждает, что инстинкты присутствуют. Ай, как вкусно, ай, как вкусно, да, да, ай-яй-яй, вкуснятина, да. Ну, не воодушевляет, так, сырая рыба, в отличие от термически обработанной. Эксперт покинул эксперимент, оставив часть рыбы, икры, 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 икры. Итак, вы узнали мнение трех разных и независимых друг от друга экспертов. Более того, эксперты независимы не только друг от друга, но и от мнений других экспертов в этом вопросе. Потому как они оперируют не знаниями, либо званиями, а они оперируют инстинктами, которые были переданы им по наследству. И они инстинктивно выбирают ту пищу, которая им предложена. И в генах у них, да, конечно, это домашние животные, это не дикие, но вы знаете, дикие тоже не откажутся от термически обработанной пищи. Может быть не от всей, но от пищи животного происхождения, если она реально животного происхождения, а не имитация такой вой, я думаю, что они тоже не откажутся. Но! Вы можете, конечно, перепроверить этот опыт. У вас есть свои эксперты в этом вопросе, и вы можете своим домашним питомцам также на выбор предложить пищу сырую и термически обработанную. Но! Возможно, у части зрителей есть и другие эксперты, которые оперируют знаниями и опытом. Возможно, среди ваших друзей есть эксперты-фелинологи, то есть те, кто занимаются разведением кошачьих. Либо эксперты-кинологи, которые занимаются разведением собак. И задайте им тоже такой же вопрос, насколько полезно для животных питание пищей сырой, либо термически обработанной. Я думаю, что вы получите однозначный ответ. Если вы хотите на выставке среди кошек, либо собак, чтобы ваш питомец гарантированно занял первое место, кормите сырой пищей животного происхождения. Но! Маленькое уточнение. Это первое место будет с конца. Потому как по внешнему виду, по состоянию шерсти, если вы регулярно используете сырую пищу животного происхождения, ваш питомец будет выглядеть хуже всех. Разве что найдется еще один кулибин, который будет и своего питомца кормить аналогично? Тогда у вас есть шанс занять не первое, а второе место. Или посоревноваться. Кто же из вас все-таки первое место займет? А какие еще сложности в этом вопросе могут вас ожидать? И почему мнение этих экспертов так жестко и однозначно? Вы узнаете прямо сейчас! Почему же мнение экспертов из этого видео, а также кинологов и филинологов, чаще всего совпадает в плане запрета на употребление сырой пищи животного происхождения? Просто и мясо, и рыба, и птица в своем составе, кроме фермента, имеет еще антифермент, который блокирует пищеварительные ферменты у тех животных, которые осмелились съесть эту пищу в сыром виде. В результате снижается КПД ее переваривания, усиливаются процессы гниения в кишечнике и отравление организма с истощением возможности печени, почек, ну и других внутренних органов. Поэтому выбор, на мой взгляд, прост. Не хотите попадать на отравление, хотите полноценно использовать ту пищу, которую вы употребляете, термически ее обрабатывайте, и правильно используйте мнение экспертов из этого видео для своего здоровья и активного долголетия. А я на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, стоит ли на него поставить лайк, чтобы у меня было больше стимулов написать новое видео, не менее интересное для вас. я подумаю, какое видео опубликовать следующим на моем канале. До новых встреч на моем канале! Субтитры сделал DimaTorzok